Давайте расскажем о нашей беседе этого магу. Я... я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псидликов, спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Если мы с ним говорили об этом. Мы откатывались в храненку? Что-то непомерно. Правда? И что же это? Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох. Но я не уверен, что кто-то из нас найдет его практическое применение. Вы такие лентяи, вот я все найду. И этот посох будет у меня, потом будете возмущаться. Почему вы свою жопу не можете поднять своего трона учителей здесь в Интерхолде? Он связан со сферой, которую мы нашли. А ты откуда знаешь? Мне удалось поговорить с Авгуром. Кому же еще? Кому-то, значит, меня, не так ли? Энтузиазма? Энтузиазма? Он говорит, больше энтузиазма. То есть мы должны были без его ведома пойти, помчаться, искать этот посох. А потом вы нам сказали, что мы занимаемся отсебятиной. Хотя все знания должны обсуждаться с учителями. Нам с самого начала об этом сказали. Тогда эта коллегия будет еще быстрее развиваться. Ну, типа, в кавычках, еще есть возможность ее еще и расширить, восстановить. Если каждый ученик будет давать свой вклад знаний, находок, да, какой-то интересной информацией и делиться с учителями для всеобщего блага, энтузиазма. Мы вообще-то поступили вот именно для всеобщего блага. Там, короче, был вариант, который он почему-то... Надеюсь, Мерабелла поможет найти посох. Нельзя спросить. Если это предложил Авгур, значит, нам действительно стоит его поискать. Но, боюсь, я не вижу связи. Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной Горы, проявившее себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. Может, кто-то слишком часто использовал не ту магию, на вас брушилась кара высших сил для равновесия. Не бога, не путайте. Есть некие силы, которые поддерживают баланс на земле. Об этом в многих книгах чуть ли не... Каждые книги подсказки о таких разумных и различных писателях. Есть подсказки, если их искать. Я тоже попался, слушай. Тихо, тихо, тихо. Тут важна информация. Мы очень много яблок стырили, на самом деле, отсюда. Прошу, обращайся к архимагу только в случае крайней необходимости. Это крайняя необходимость. Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Моя работа как раз заключается в том, чтобы всё шло гладко. Пока ты не спишь, вот я хочу с тобой поговорить. Не больше, чем остальные. Это очень древний орден. Возник задолго до имперской гильдии магов. Ведь на самом деле гильдия магов была создана в противовес ордену псиджиков. С его идеей о том, что магия должна быть доступна только узкому кругу посвященных. Членов ордена никто не видел уже многие сотни лет. Значит, этот член ордена... Короче, все псиджики считали, что магия должна быть доступна только узкому кругу людей и магов. И как раз от них мы узнали об этом Оке Магнуса. И как раз мы с вами разговаривали о тех людях, или о ком-то, кто забрал все знания у людей, для того, чтобы это к узкому кругу было доступно. Чувствуете связь с этим заданием? Странный вопрос. Почему ты хочешь это узнать? Угу. Вот кто-то считает, что это всего лишь игра, и здесь нет никакой связи с реальным, о чем я рассуждаю. Но на самом деле здесь... Здесь очень много связи. И кто думает по-другому, прочитайте описание моего канала. Именно поэтому мои рассуждения очень часто сравниваются с реальным миром. О моих наблюдениях. Понятно. Да, возможно так. Так, хотя я не понимаю, что, по его мнению, должна тебе рассказать. Несколько месяцев назад сюда заявились члены Синода. И я рассказала Архимагу, что они его ищут. Они определенно думали, что мы его прячем где-то у себя в шкафу. Маги из Сиродила. Они последние несколько сот лет строили из себя имперскую коллегию магов. Насколько я понимаю, они только изображают бурную деятельность и выпрашивают подачки у императора. Много политики, мало магии. Я очень удивилась, когда увидела их у нас на пороге. Они были очень вежливы, но их расспросы меня обеспокоили. Стало понятно, что они охотятся на могущественные артефакты. Ищут то, что может способствовать укреплению власти. Как раз типа такого артефакта. А чё бы её заменять другим архимагом? Она молода ещё. Кажется, очень мудрая, спокойная, уравновешенная женщина. Как раз обладает качествами, чтобы занимать пост архимага. Что ещё тебе известно о постахе Малоса? У женщин более чувствительны к стихиям. В этом плане они быстрее могут развиваться, чем мужчины, конечно. Я не знаю всего. Его создал для себя сам Магнус, если ты веришь в подобные легенды. Припоминаю, что слышала, будто это единственная вещь, которая могла вмещать его силу. Своего рода преувеличения, которыми часто приукрашены истории магов древности. Женщины и мужчины, на самом деле, по-разному развиваются. Кто этим интересуется? Очень часто говорят о практиках, что йога соединяет ум и душу. То есть в единое целое. Таким образом человек находит баланс и внутренний источник, который связывает и ведёт его на пути его развития. На самом деле это более мужской путь. Это не значит, что эта женщина мне подходит, но йога на самом деле более мужской путь. Очень часто женщина может элементарно раскрываться в творчестве. То есть творчество – это ближе для женщины. Тоже пение, те же танцы. Не зря это сейчас даже как какую-то практику для духовного развития для женщин предлагают. Потому что женщина больше раскрывается в творчестве. И все вот эти вот возможности, которые мужчина может приобрести при занятии йогой, цигуном, там, ещё другими практиками, связанными с телом и прокачки духа. Почему? Потому что мужчина, когда он преодолевает трудности, когда он прокачивает тело, это как бы преодоление трудностей. У него прокачивается его мужская энергия. То есть поэтому он ближе развивает свою мужскую энергию, которая связывает его якобы с внутренним источником, будем так говорить. Но это не значит, что женщина не может так развиваться. Просто для её женской энергии больше подходит что-то душевное, более не эмоциональное, а женщина – она внутреннее создание. А мужчина – он внешнее. То есть внешняя энергия, а женщина – внутренняя. То есть исходя из этого, конечно, это всё индивидуально, можно предположить, что всё-таки творчество – это внутренняя энергия, которую мы можем открыть для других, показать кому-то, написать что-то сознание. Поэтому женщине проще развиваться в творчестве, то есть в духовном плане. Творчество – это может быть не обязательно, если у кого-то нет голоса или кто-то рисовать не умеет, и на этом всё закончилось. Нет. Это, кстати, связано очень сильно и с природой. Некоторые любят сожрать цветы, кто-то там любит, ну, знаете, какой-то лайтовый такой отдых, прогулку на природе, на тех же велосипедах, ну, что-то другое. Это, кстати, тоже связь с природой открывает вам ещё уровень какого-то внутреннего источника, которым вы можете черпать силы, вдохновение, да, и ещё быстрее развиваться. То есть много всяких направлений. Это сугубо индивидуально, я не знаю, лепить вазы, всё что угодно, заниматься рукоделием, не знаю, даже варить мыло, всё что угодно. То есть это индивидуально. И именно человек настолько будет кайфовать от этого, что даже не будет замечательно, как идёт время. Он будет настолько счастлив от этой ерунды, которой другой не будет понимать, зачем ему это вообще нужно. И человек будет быстрее развиваться. То есть всегда нужно акцентировать внимание на то, что нравится вам. Поэтому не слушайте никого. Не слушайте, а общайте с людьми, которые на уровень выше вас в плане знаний, в плане мудрости. Лучше даже если молодому поколению, с тем, кто старше. От этих людей вы можете получать информацию. Это не значит, что вы должны верить во всё, что они говорят. Просто вы можете общаться на какие-то интересующие у вас темы. А акцентировать своё внимание всегда на том, что внутренне вас цепляет. Всегда то, что нравится мне. То, что интересует меня. А как думаю я. То есть внутри себя всегда разбирать вот такие вот моменты. Если, например, даже выше этот авторитет, которого все восхищаются, и он действительно сделал столько всего, что его нельзя просто не уважать, что он прямо подкрепил свои дела, поступками, да, всё равно не нужно делать так, если у вас душа противится чему-то в вашем понимании. То есть, значит, вы к этому ещё не пришли, значит, это не ваше. Значит, в этом что-то есть такое, что в вашей душе либо не нужно, либо действительно там есть что-то, что скрывается от общих глаз. Поэтому не нужно никогда акцентировать внимание даже на высший авторитет. Вы можете просто получать информацию для приобретения каких-то знаний, да, и максимально спокойно нужно это делать. Если кто-то подумает, что почему я могу говорить об этом, ведь я очень часто нервничаю. Я на самом деле глубоко внутренний человек. Вот, но так как, может быть, я весы по знаку зодиака, может, кто-то не верит в это, но на самом деле мой характер очень связан с этим состоянием. Когда я нахожу равновесие, я внутри себя, на самом деле, только в этом состоянии. Я могу очень много созерцать, размышлять, либо просто музыку слушать, наслаждаться. Но бывает, что я выхожу из равновесия, как весы, то есть мне свойственно испытывать любые эмоции, как любому человеку. Мне очень многому ещё нужно учиться. И я очень рада за вас, если вы на самом деле нашли эту гармонию. Я ещё, исходя из своих особенностей женской эмоциональной системы, то есть я более эмоциональное создание, так скажем. Мужчины, они в этом плане более сдержаны, если у них всё хорошо. Если, конечно, у мужчины не всё хорошо, то обычно его эмоции, они прут в мир. Поэтому большинство мужчин-преступников, а не женщин. Потому что женщина, она внутри себя разрушает, она, скорее всего, покончит жить самоубийством, чем навредит кому-то. Хотя и такое тоже может быть. То есть я не говорю в крайности, чтобы не впадать. Но всё-таки, если говорить о большем, что происходит, мужчина внешне разрушает мир, а женщина внутренне. И, кстати, если вы разрушаете себя внутренне, вам, кстати, так же ничего хорошего в жизни не сулит. То есть если вы себя ругаете, не любите, мир вам будет давать пинка по зад. Ах ты чудовище, ты себя не любишь. Поэтому получай по заслугам. Потому что тот, кто вас создал, он не подразумевал, чтобы его создание себя не любило. То есть по идее это своего рода воспитание в наше мироздание заложено. Поэтому в первую очередь вы должны научиться любви к себе. И в первую очередь родители, а в первую очередь мама, скорее всего, потому что она более нежная, создание чувственное. Мужчина, он по-другому передаёт любовь. В делах, в каких-то действиях, в защите, в обереге. А женщина, она передаёт чувствами и эмоциями. Вот в первую очередь ребёнку нужно научить любви. А всё остальное тоже зависит от того, мальчик у вас или девочек. Так, мы с вами поговорили немножечко тут с великом... Удались ли тебе найти члена Синоды или, может, посох Магнуса? Нет, пока ещё. Так, разговаривались мы с вами. Это ты тренировался сейчас тут с огнём? Сейчас метлой тебя буду гнать. Кажется, очень... У нас, по-моему, модель лица, как у Мирабеллы. Может, нам на пост Архимага метить? Мы не собираемся ни идти ни по чьим головам, никого смещать ради нашей великой корыстной цели. Нам это нифига не нужно. Если вдруг судьба нас приведёт к такому пути, и больше никто... Я бы заняла этот пост, если бы что-то подобное метило на этот пост, и нам бы я точно предложила свою кандидатуру, а так нет. Я буду это рассматривать только если действительно от меня будет какая-то польза для этих людей. Так я, конечно. Это не моя основная цель. У меня нет дела до управления кем-то. Поэтому только если в смысле таком, что для всеобщего блага нас интересует благополучие того места, в котором мы учимся. Мы желаем этим людям добра. Желаем, чтобы это всё дальше развивалось. Чтобы всякие злые магишки, набравшие знания, не тырли отсюда книги, которые применяли для сотворения нечто ужасающего. То есть мы могли бы здесь наводить порядок. Если бы так оно по нашему пути привело. Если бы не привело, значит это не наш путь. Если есть какие-то сопротивления, чаще всего, особенно для женщины, это не ваш путь. А почему? Потому что, ну, по идее, сопротивление любят преодолевать мужская энергетика. Если... Ну, я люблю преодолевать сопротивление, чего уж скрывать. Но на самом деле это дело не из-за своего желания, а из-за того, что у нас жизнь такая. так мужская энергия, она любит соперничать, так конкурировать. Все-таки как раз есть такое. Но вообще, в общем, если говорить о гармонии души, если прямо на каждом шагу вам делают подножки, подножки, все желают вам зла, кругом одни враги, то это точно не ваш путь. Вы просто находитесь не там. Вы, конечно, можете чему-то научиться, можете извлечь урок, можете проверить себя на выносливость, как жить, как это говорится-то. Я не помню. Короче, встаешь жить, поволчевыть. Если ты против встаешь, то, короче, но если вы хотите себя испытать, то, пожалуйста. Но на самом деле это не путь человека. И у вас душа будет всячески противиться этому. Если вы будете чувствовать больше, чем на 50%, что это не ваш путь, то это реально не ваш путь. Потому что вы хотели родиться и прожить какой-то особенный сценарий в вашей жизни. И у вас некие есть маячки в вашей душе. Вы это должны чувствовать. Поэтому развивайте чувственность, даже мощь чин. С мужиками вы можете и конкурировать, и прокачивать свою мужественность, и бить друг другу морды, если вам так хочется, для того, чтобы самоутвердиться. Да? Но рядом с близкими людьми, с друзьями, с родными, с вашей любимой женщиной, с подругами, лучше, конечно, развивать чувственность. Потому что в кругу друзей довольно странно бить в другую морду, да? То есть, понятно. сообщишь мне, как только найдешь посох. Дзаргу, наверное, нам нужно переместиться в Айтран, какую-нибудь барахлюшечку продать, у нас есть с тобой задание. Нам нужно найти посох. походу делать очень долгое расследование. Очень-очень долгое расследование. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что стоит скинуть вещички. А, продать надо, брин, перемотать. Найти это место. Передохнуть, что ли, чайку попить? Как вы думаете? Кажется, стоит чаек замутить. У нас и мелкое оружие есть, если надо. Палицы там, кинжалы всякие. Погодь, надо с тобой поторговаться. Сразу видно, что тебе только лучшее оружие и броня. Короче, мое тебе продаю. Всякая фигня такая. Зачарованный кинжал какой-то нашли. дурацкий. Ну, дурацкий мне не нравится. Хоть у нас очарованно, дурацкий мне не нравится. У меня где-то там в сундуке, по-моему, хороший кинжал. Тоже, чтобы собирать души лежит. Лунный камень для чего-то нужен, по-моему. Сейчас буду прокачивать нау кузнеца. Чего вы думаете я тут затарила всякая фигня? Это не просто так. Тобой приятно иметь дело. Передвигаться не могу. У меня там есть 384. чё вы меня не исцеляете, блин, я, по-моему, больна чем-то. С вампирами водилась, сырое мясо ела. Когда не надо переносимость вещей. Эх, эх. Час это все освободится. Мы набрали просто те железных слитков, поэтому ты умеешь добиваться своего. Такая фига то прокачиваемся, прокачиваемся. короче, самое дорогое делаю, чтобы и продать это соответственно. отлично. Чё, все что? Поход дел все. Ух ты, смотрите, я могу какой-то амулет ястреба сделать. Ничего себе, смотри, сейчас мы с вами посмотрим. А нет, ну это единственное такое украшение необычное. Замок, а зачем нам замок? Петля железной фронтуры. Вот для чего там кран какой-то железный мы находили. Нафига это? Может мы можем как-то улучшать свой дом апгрейдить можно. Ри-р-ру-ру-ру-ру-ру, эдол продать обратно. есть тут пара вещей и внутри еще побольше я хочу проверить у меня наверно еще кожа осталось и я могу лунный камень у тебя купить и сделать еще чё-нибудь это он основал он сами ух ты ты чё это уроча броня что ли помните на я коллекционирую красивую броньку мне пока вот этот холод не надоел для мага я пока в нем хожу у нас есть щит уже зачарован и по моему него покупала приятно иметь дело кусочек сыра собрать да и продать ему же так давайте посмотрим если у нас кожа блин а куклу можно подарить девочки у нас есть зачем нафига она нужна если я не могу никуда и пристроить черепа ты черепа не покупаешь ладно это где-то барахал какой-то надо продать да развалины какие-то на 1 эти так найдем они не не сейчас погоди я надену маску а у нас есть еще эликсир этого торговца сейчас я тебе очень череп как загнутся но только бы уже знать так я по моему делала торговца эликсир чик снять ее как за информацию ты будешь у меня знать только где он этот эликсир я же делаю что я продала черепа какие-то у меня блин вазад на это твои щас блин куплю все по барахла щас куда у меня черпак взялся кукла так я пока куклу не продаю вдруг найдется применение осколок он нафига мне пустая рубин а нам нужен супер рубин да там этот ой какой-то особенный рубин короче не то я не я если не дам тебе я не я когда голоден да короче нужны лечилки так тебя интересует мои зелья и ингредиенты не нужны лечилки а вот у нее зелье купаться 137 стоит ну ладно купим это у нее было что-то это все могу сама сделать 70 единиц магии отнимает ахереть можно на 20 процентов выше у нас новый уровень кстати прокачаемся не очень если чем могу помочь говорить туплю магия 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 значит магия что там я хотела ну я делаю столько зелье да ну я делаю столько зелье да надо тоже прокачать что там нам не сказали я не могу больше магия колдовство надо повысить уровень или иллюзию ладно короче алхимия сейчас нацелилась там тоже что-то мы не можем дальше надо уровень повысить я не помню я алхимия там это так зелье на 20 процентов эффект увеличивается 25 понятного вот все вид у тебя бледновато я только что вылечился какой нафиг бледновато и сейчас только что делим выпил и никакого эффекта не было исцеления число ведь у меня все со своим бородатым махом чем я опять сказали то что я чем-то болею не знаю эликсир выпила никакого исцеления было а нет но какая-то энергия повитала вокруг меня еще сказала смотреть волшебство но все равно мне говорят что я плохо выгляжу я болею так мы с вами до выполняем задание связано с винтерходом нам нужно найти разваленным зов это находится тучки и кстати по моментам уже была тучки это здесь очки это здесь и не обнаружили не обнаружил не обнаружили чем тогда обнаружили то вообще отсюда это же не обнаружили нифига ой блин как далеко идти от конюшни винхельма подождите дня там через реку что ли надо переходить так как это и ведьмин туман не было здесь ведьмин туман ведьмин туман нет конечно это ближе от конюшень тогда перемещаемся ой взоргу наши с тобой такой долгий путь играем до полу смерти там выгружаем все серии без воды без еды играем у меня ведь выбран только раз задание стены все отключил да тогда пойдем туда туда и куда-нибудь пойдем можно мне на лошади от про кстати у нас может куда-нибудь переместить это место называется дед никуда у меня не может отвезти потому что в основном поселение города отвозят я могу отвезти тебя в столицу любого владения куда ну куда едем забудь хорошо мы едем забудь может еще такого места нету а почему моя лошадь вообще исчезла испепелилась все кто-то убил что ли украсть может купить читак бежать что ли драконе бы нам летать позволили раз уж мы дракон рожденные почему бы и нет согласны вообще было бы замечательно я знаю то что здесь можно а по-моему можно вы мне рассказывали про квеста что сверху можно запрыгнуть на дракон или вы его надо убить таким способом либо действительно можно на нем летать а ну я хотел до выполнить это задание потом пойти к седобородом дальше да почему так какую-то эту деревню деревушечку зашли но пусть у нас долгий через все вот эти вот леса разваленные скалистые горы поэтому долго будем бежать идти опять ты мне попался на пути куда не иду там визиты и клана жестокое море всегда были моряками по правде говоря я жалею о том что не пошел по стопам своих предков ну и жалей дальше вообще лучше сделать чем жалеть хотя надо сделаешь ну уж почему это сделал да но все таки наверное лучше сделать чем жалеть потому что есть это не сделаешь ты не услышишь какой будет реакции так и будешь думать что все могло быть иначе а тут уже знаешь наверняка что все хреном но все таки мне кажется это лучше хотя я раньше была не согласна когда спорила на эту тему на такой вот вопрос сугубо личный все таки что я лучше сделать чем думать и не сделать и жалеть потому что в ошибках на самом деле открываются возможности ты думаешь что у тебя все хреново именно благодаря этой хреновости у тебя открылся какой-то путь ты познакомился с какими-то людьми новыми да и потом гляди все не так хреново и ты потом благодаришь судьбу господи спасибо и там не знаю вы можете себя благодарить или что-то вы там благодарите или просто радуетесь того что произошло прекрасно как прекрасно если вы такой ситуации не был моей жизни то тогда бы я об этом и не узнал или не узнала да куда это мы с вами прибыли так обычно еще такое происходит я вообще мирный маг прогуливаюсь тут и задание свои выполняю пойми иди их не хватит маги на тебя код мы можем добавить себе мужество вот да блин тут есть еще где-нибудь дыра куда можно залезть жарго ты сильнее стал или нет это сколько можно что я никак не могу на нем использовать мужество да это все потому что от этого от трезвы лица ну вот я и для этого и сделала кусачка царапка прямо сейчас разбежалась к смерти готовится придумал короче регенерацию нужно еще я сделала наручную сейчас быстро маги закончится я возьму тогда наручное оружие вот регенерацию наручное я же сказал что быстро маги закончится берем тогда наши любимые клинки и карача наяриваем не видать тебе почти чады сами на меня напали я тут просто зашла на огонек просто увидела тлеет камин решила погреть свои руки и лапки каджи то вы на нас напали мы даже вот здесь в этом был написан украсть мы бы ничего не взяли даже бы не тронули а вы на нас сразу же давайте нападать да ладно новичок же не дури я не у него вообще посмотрите на это безобразие как хера прикиньте новичок никак не могла открыть карта сокровищ кстати буран что я вообще забыла надо слить цветки мутить когда много-много-много всего короче на и сейчас где нова тронах и смущу не хватает маги что ладно так у нас там с вами посох по моему был но я уж использовала зелена да надо 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 и все-таки посох взять посох а пойдемте зомби короче воскресенье сейчас скучно и вот вставай слишком силен до какого хера блин я взял этот посох косвозом призовый питомца не скучно или короче танец беги что мародер короче много жизни также зарга кстати надо лечить у меня есть такая способность называется сейчас я вам скажу как называется лечение ближних это меня что любили пока я целилась блин да мы победили почти вас господи и все из-за моей беззалаберности а мы с хранится мне скучно было надо был чет придумать такое давайте сразу придумаем чуть такое так посох призыв животного и че там а короче хотела исцелить а почему огненным шаром истиле я думала что таким же способом как мы себе исцеляем роза санганд короче месть он мне почти разрядился этот лук я же у него взяла посох цепной молнии мы чё продали что-ли что это совсем меня пугаете куда ты там свалила залез куда-то блин сейчас сумасшедший он лог взял ах ты сволочь я чё на тебя сейчас буду все лечилки тратить сейчас у меня словишь да не это так и нужно восстанавливать силы да почему опять он мне в лоб зарядить короче это все этот марайнер дубный ледяного странах надо а куда у меня посох этих цепной молнии ты делся 4 давайте возьмем стеклянный лук сельфийские стрелы и яд какой-нибудь забабацый какой там я то меня хороший если хочешь использовать магию огня до перед этим можно по нибудь яд спротивление огня чтобы наоборот более вязвимым был к огню использовать снадобье защитника при блокировке поглощать 20 процентов больше урона так погодите экстра блин когда мы не надо я тут еще нахожу вообще зелье который этого не видела давайте урон здоровья ладно да промахнула сразу да не двигайся блин наконец-то марайдер сдох они кстати броня классно и мерзкий меч зачарованный этот меч себе забрать или отдать парит наносит 25 единиц урона электричеством либо ух ты блин какие у него доспехи нордские резные перчатки я первый раз такие вижу мне нравится и обувь мне все короче нравится и я все забираю у него кроме вот этого и мы похудела и не можем идти давай тебе этот мяч слышал про посох магнуса когда ты закончишь с ним может ты позволишь взять его ненадолго все зависит от того что вообще от этого посоха будет конечно позволю вообще можно было бы его заряжать и пользоваться вместе им по очереди но вообще я бы приложила это другого поделиться с другом пополам по честному или по справедливому вообще по справедливому получается потому что нам помогает и он имеет столько же прав на этот посох сколько и мы может быть на один проценте к меньше потому что мы со всеми общаемся все-таки он нас защищает и рискует своей жизнью поэтому он столько же прав имеет на этот посох сколько и мы поэтому я бы конечно отдала ему посох и сама бы хотела им попользоваться киску жалко было бы себе воно коврик нельзя нашу кису трогать так я хотела ему перекинуть 2 мерзкий меч то что тяжелые короче держи но он 2 мерзкий меч не захотел брать он бегает с мечом мире где мы больше по душе хотя там 25 единиц электричества и меньше магии отнимает то есть типа медленнее разряжается я так понимаю смотрите мы нашли там еще я не показываю никому ничего убери оружие все втайне все втайне так вот так вот будет видно какая красота как я люблю за этой игрой именно за то что можно крутой шмот крутой меч найти крутое оружие напялить на себе и довольным бегать и дальше прокачиваться я люблю какой не счастливый человек откуда у меня это барахло вообще когда я успела это прихватить что я не помню нет мой халат мага тоже нравится на рукавником из драконьей кости это тоже кардос конечно так что там с тем что я тут дела норская резная броня короче примеряемся смотрим о господи я влюбилась в эту женщину все круче охренеть нужно зачаровать ее и тогда мы будем неразлучны с этой броней боже мой вы не представляете увеличивает маги на 70 не сказать это я у него образ делает мне было такая шикарная фигня на голову боже мой посмотрите на эту женщину мне кажется любой норд на ней ой господи любой я ровнула душ любой я ровно не жениться в таких доспехах да сколько мы тут помогаем всем чуть-чуть об этом я же мотивам посмотрите все короче я остаюсь жить skyrim и всегда буду играть потому что это броня самая крутая броня короче который я одевала за все игры нет есть еще одна броня в масс-эффекте называется по моему броня стража или что-то такое это короче броня похоже на имитацию доспех и там шлем там шлем закрывает скулы на лицо там открыто и это броня с шипами помните из металлического материала такого с синими шипами вот этого раню короче я все время таскала и по моему прохождению очень долго не бегал вот от этой брони я также кайфовала как вот от этой и еще какая-то броня была моя любимая не помню какая-то броня в dragon age origins тоже по идее по классу я играла за разбойницу но меня рука это что я одевала доспехи воина кто-то мне там писал но просто реально она офигенская для разбойников я не находила нормально про и мне она не нравилась на вся была страшная если только нужно было закачивать моды а мод у меня был только на собаку и волосы morrigan больше я моды в короче не закачивала в origins они это закачивала нет не закачивала короче по моему вот все шмотки которые там есть это dls ки то есть если у вас установлены все dls там есть доспехи короля все забыла но короче король погибший которого распяли то во время сражения и нет вот когда нас мы прошли инициацию после этого было сражение с порождениями тьмы помните да вот король этого дэнерима он был распят в том месте и от красы его доспехи можно сварить по моему этого если вы устанавливаете dls q но я точно не помню по моему все доспехи которых там есть только dls может быть я чё-то там пыталась устанавливать у меня как-то неправильно установилась там с какими-то глюками были шмотки я по-моему этим не пользовалась это короче не важно и вот эти доспехи они просто обалденские плохо освещение были какие они крутые блин какие крутые нам нужно прокачивать навык зачаровывание я хочу эту броню зачаровать нужно чары прокачивать здесь от третьего лица не очень удобно играть но потому что реально не удобно собирать вещи и неудобно драться ну боже мой посмотрите теперь вот эта броня идеально подходит вот татуировку который я сделала изменила цвет татуировки по моему она мега шикарная хорошо что все таки они на нас напали если бы этого не было его прошла мимо и собрала бы эту крутую броню боже мой ладно сейчас еще пару секунд я выпускаю с лёнина эту прекрасную женщину в этой броне знаете у нее вид такой нифига не норрский а что-то знаете от современного давить дизайн такой потому что с такими плечами и современные доспехи в различных играх будущего до в боевиках то есть что-то такое метаться как в принципе может быть наоборот оттуда взяты то есть мы не знаем они точно выглядели так по истории много чего написано и рассказано все таки как оно было мы знать не можем боже мой посмотрите на эти перчатки посмотрите на эту броню я в нее влюбилась первого взгляда так мы пока бегаем в другом халате хочу сказать на самом деле месяц поги не особо нужны так они зачарованы я просто как прихватила зарга хочешь побегать в этой броня пока я ее не зачарую а кстати зарга он зачарован и у нас две мерзкие брони бегают дайте я посмотрю зарга зачарованная броня не она не зачарованная давайте короче за руку дадим побегать в этой броне так смотрите от зарга так щас кончку у него до мерзкая броня там защита девятнадцать ой нету смотрю 49 а у этой брони защита 61 то есть у нас каджит будет еще больше защищен давайте короче ему дадим потаскать на время равно она очень тяжелая если ему дам обруч что увеличит маги на 70 ниц слушайте а у этого мужика был обруч а пусть короче каджит бегает так пока я потом у него заберу смотрите каджит какой у нас крутой так слушай и джазарга теперь тебе не подходит этот щит теперь себе он не подходит красивая такая кисунина мы у тебя заберем потом эту броню у нас равно будешь бегать и мерзкая я буду бегать в этой так но с этим щитом конечно уже не хватит но щит конечно тяжелое не вытаскать извини меня сейчас он будет периодически просто брать этот щит смотрите же зарба кроссовец кроссовец посмотрите на него отжит все эти женщины каджиты твои посмотрите как вы самец просто шикарен кот шикарен офигенский пояс такая резьба на плечнике вот посмотрите какие перчатки все я так разрекламировал эту броню короче по-любому купили если бы я была купцом так найти меня деть это там 70 кстати единиц прибавляет магию но она защищает пускай бегает чтобы его никто не убил да то есть мы так дайте посмотреть по навыкам что у нас чарами надо же проверить это все делал так зачаровывание мы вообще не прокачивали практически дайте посмотреть какие у нас здесь чар умений навыков накладываемые на броню сильнее до 25 процентов вот короче нам нужно идти вот по этой ветке угненная чара или вот это период это так или или что или что это уже потом экономия пошла нет первым делом короче может быть отнесом но хочу такая то чего нас такое так стоять-то стоять короче херовом пока еще прокачаны жизненные чары я часто использую но на самом деле хочу боевые какие-то чары там с электричеством ощущение на один и тот же предмет можно два зачаровывания накладывающие круто то есть я в любом случае хочу эту ветку прокачать не нужно а в итоге мы к самому смогу доберемся сможем два раза зачаровывать броню это вообще просто это броня будет просто огонь можем наложить например на здоровье до чара что повышал здоровье и какие-нибудь чара и он электричество и кстати защиты холода считаешь тут все отсидно сапоги а вот ой блин чат там такое страшное бежит на нас я короче не хочу сейчас давайте выберем крики у нас есть крики они боятся огня тем есть такие тумы полетал полетал да там это дракон и свалил куда-то тащи молодец так а если я подождите там чё дракон что ли летает я чуть не врубаюсь прикиньте я только вспомнила дракон я кстати его не видел и он тут как тут еще вообще за фигня такая а почему у меня не перезаряжается там сколько-то секунда ну тогда это магия нужна магия пламя и на расстояние только до близко дублин еще здесь дракона еще тебя не хватало вообще прикольно там главное зарга моего не убейте и генерация здоровья и генерация магия и сушьям а есть собралась страция да а чему там еду собирали что ли какой-то все похера ты нажрешься там удивляешься чей-то у тебя здоровья ни хрена нет да блин тут эти ледяные тролли всякие разные две штук целых на расстояние близко к нему пропускать нельзя давай джиза рога я все верю мне нога сломан неудобно мизинцем драться так жир 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 так от первого лица чему чужит поэтому короче джиза рога давай руби или руби короче его нам нужен огненный отронах блин а куда делся посох вот этот вот с молнией а я вроде бы у него забирала почему мне сейчас нет его выбросил кручущую сумасшедшая женщина губерни вот на родина зарядить можно а это огненный значит с ним нужно как-то а баба джек я джиза рога разрежет и перекинала ничего делать сейчас дождите на приземлиться я не хочу просто потом заново драться с этими троллями сохранилась приземляйся давай дурил я уже тебя в прошлый раз приметила взял улетел восстановился сволочь такая теперь снова с ним надо драться твоя приземляйся вниз иначе с тобой запись игры затянется а мне нужно уже серию выгрузить блин вообще там где-то приземлился недалеко недалеко от винтер холл вот как раз сейчас способности и прокачаем эй я потратила из-за тебя там еще один прикиньте летает их чё тут развелось то блин а и троллей в самом деле надо сопротивление огню выпить вообще сумасшедшие звери убивает маленькую беззащитную женщину сопротивление огню наверное нужно регенерацию какой-нибудь выпить ты сволочь с крыльями красивый сволочь но умереть я не хочу давай приземляйся свое красивое тело дракон дракон просто дракон венсе не какой-нибудь там дракон ну это мы так и в цель конечно не умеем попадать как дезарва это делает когда летит он всегда в цель попадает под вещь от нас но всегда мажем но добивайся леву кричит виктория она я дали часа все добили минус один дракон там кстати еще один летал поглощаем очередную душу не душонку целый душ душище и сейчас какой-нибудь тум нам косе еще не хватало джазар года ты какой-то посох достал а как раз цепной молнии ну ладно дерись я не против сапоги какие-то дурацкие зачарованы но короче их продам о охотничий лук зарга этот лук дам все короче нас сложить нам ну понятно что я не могу двигаться нам что так мы вообще отсюда можем переместиться на эти свои где нахожусь вот это сейчас дебе сейчас добежим до часов не боясь и у нас верные задания связаны с быть может здесь фигасе или вот отсюда можем переместиться на здесь мы находимся от этого домика переместимся и пойдем сюда короче вообще нас занесло куда-то в другое место фирмы как мы обнаружили джазар такой красавица всегда много места для зарга да я гляну вот я тебе тут лук тоже кидала он сейчас разряженный а зачем я его забрала все равно тебе это все таскать и этот тебе таскать этот может не заряжены себя ставить все тебя знать стрелы тебе тоже нужны вообще не сказали нужны уж помогать чуточку так дальше пусал зомби что-то короче все так тяжело это таскать сапоги и дурацкие в этом я не хожу но у тебя лучше поэтому в любом случае не это не оденет но я так и думала ты просто это будешь тащить и я это все продам и это еще нихера не нужно а вот эту матью я побаиваюсь ему далатку на 5 лет на себя поэтому тащить придется меня это вообще какая-то херня розовая рваная шапочка какая-то амулет стоимость тыша тыша стоимость можно продать забавный амулет такой из зачарованной для красоты можно было бы носить сегодня видно было так вообще спонтолы нельзя это для квеста ну ладно нельзя так нельзя все к ерундой блин насобирала джизаргу тащить надо еще женщина сумасшедшая иди дружище сейчас я розовую шапочку выкину из своего инвентаря зубе шапочка да уже мне не нужен этот щит он не разонравился короче мы можем переместиться сюда видите здесь у нас какой-то пост предателя зачищены сейчас я то все короче скину в рюкзак продам там всякое барахло и перемещусь обратно а нам нужно прокачать способность тунда после этого квеста я пойду седобородом выполнил еще за одно задание смотрим как это даст нам преимущества все таки по основному сюжету нам открывать какие-то способности если бы я не пошла вообще по заданию нам возможно использоваться тому хотя я не скажу что это прямо очень необходимое умение потому что очень долго ждать нужно пока она перезаряжается в принципе также магии руками пользуемся по идее это так просто как апгрейт такой красивый типа два киева может криком поджигает превращать ледяную глыбу такое а где наша дочурка она там все цветами торгует как ее сюда перетащить есть возможность короче сюда перевести почему она там до сих пор цветами торгует когда мои удочерили зарга не давать перекинешь наверху и иди за мной мне нужно скинуть кости в склепах костю шклеп нужно скинуть иди сюда за мной кости в шкафу мои лежат действительно тут нет столько костей в шкафу их видеть никому не нужно кроме тебя джазар вам больше никто не знает ты хранишь мои тайны так это дубляж меня не буду продавать дубляж я это скину сюда в сундук это я продам так двумерскую броню тоже продам волчь сейчас кину сюда у нас есть место для брони можем ее повесить красоваться это я тоже короче продам это все надо заряжать способ зомби вот это вообще мне кажется надо продать лохмоть и нужны дикари это вначале когда я только начинала играть и ничего не видела пещерный человек вышел на охоту поиграть с карим и естественно я все на себя одевала все примеряла сейчас нет уже не нужно поэтому это все продам я тоже продам наверно это правда мне уже разобрался этот счет но если я найду врачу броню вдруг мне захочется комплекте поэтому я оставлю пока этот счет здесь джазарга слушай у нас есть манекен какой-нибудь куда можно одеть доспехи мы с тобой самый такой простой дом купили но знаешь трофеи мне хотелось конечно здесь загрузить сюда можно а вот значит так сюда какое оружие мы сюда сейчас поставим так он все равно разряженный да давай один сюда другой такой это пока заряженный призыв питомца посол зомби да мы и так можем зомби а мы сюда можем и посох что летит в это тогда лучше два посох сюда поставить прикольнивают но мы типа это как знаете как звушка ведьмы там заходишь метла разные посохи короче давайте так сделаем так прикольно а почему они одинаковыми кристаллами наверху так ну ладно так намного лучше хотя лучше бы если бы они были разные так идем продавать все барахло так значит у нас там чем значит вот кстати на свет у нас жарба вышел смотреть как красиво с мячом мире день не расстается никогда и не 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 убери я тебя знаю видите как хорошо его видно так пойдем посмотрим чего тут нужен ты умеешь добиваться на чудить разве ничего не можем через денежно кожи что ли а через какое-то время него кстати обновляется у этого торговца который делает оружие пузинца его можно покупать все эти куски так а здесь нужно у нас чем на железные слитки железные слитки слиток ртутной руды слитки железные железные слитки нужны а мы можем наверное блин зарко мы с тобой не разойдемся а немножко подустала я не говорю что я лучше тогда я гляну счетом все что доброму воину так сейчас доброму войну войну доброго так а моё сначала смотрим чем-то продаем вот так это продает это начинка продаем то почему ты переключаешь ладно это пора даю там почему-то так вот не продавалась продаю 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 эх ты блин тогда перематываем времечко не нужно чтобы все обновилось у вас наверное общими же бюджет с мужем поэтому навряд ли у него деньги если у тебя нет те не знаю и проверял а что понадобится или кто-то кто он там брат ну не важно все равно там ничего не открылось с петухами первыми еще никто не просыпается это часов 56 умеешь добиваться своих тогда и глянусь и хочешь только лучше так теперь ты покупаешь что что я хочу подойти хорошо так подожди не хорошо продать да господи согласилась совершенно случайно за 13 золотых охереть можно что я тебе там на продавала то скажу железные слитки дохера и больше кожа короче все покупаем обновляется обновляется но так и можно качаться полоски тоже все короче покупаем там они то есть и нужно что-то особенное тоже нужно смотреть покупать материалы еще такой прекрасный шлем какой-то красивый перчатки издеваетесь а где эбонитовая броня все короче есть кроме монетовой брони и посмотрите какая красота а мы на халяву такой найдем блин я только супер броню выручила а мы можем джезаргу одеть в это ну тут всего лишь а нет наверное это у шлема защита а у самой брони будет но не меньше 44 это точно купить что так же зарпал понял мы должны найти тебе броню такую же эбонитовую сказать другое слово но не буду она приятные миссар я нашла тебе хороший аналог вот этой брони ты будешь такой весь в черном такой красивую завидуешься но это пока только еще в проектах это я таскать не буду он это нужно скинуть лавочку чудес нашу лично пока только еще задумочка наша мы должны найти туловище для этого всей красоты и тогда джезаргу будет таким же красивым каким мы когда мы его день обличем вот такую прекрасную броню ну и все дальше это все дело продаем тебе же и продаем у него были деньги у нее не а значит и бюджет разные так что я тебе ничего не продай есть тут пара вещей и внутри я не знаю кто это сожитель что ли какой-то тогда было не принято такое у нас разгильдяйство клинки шлямы практически все необходимое чё я ему продала когда я сохранялась позже миром нет неприятно господи за 7000 не буду вкуп когда я сохранялся последний раз думаете на перед этим что там автоматически сохраняешь когда мы заходим внутрь за 7000 у него маску еще свою не покупала ахилить можно в принципе все тут по-моему я у тебя да все купила и бани то выбора нету не значит все норме к тобой приятно иметь дело а я думаю что уже все надо кричать караул дезаргу и хер бы я тут че восстановила так ладно у нас еще есть какие-то тут вещи надо их продать че-то дурацкая загрузка вообще когда я нажимаю на запись у меня откатывает посуде сохранку я уже не один раз говорила вам че нам нужно прокачивать за чара еще раз напоминаю чтобы одеть такую броню но мы я могу и так таскать защиту дает но еще на самом деле не надоело это мантия мага красивая для мага но пока зарга все равно тяжелую броню таскает очень идет но я конечно эту броню но заберу потихонечку мы с вами находим лучшие шмотки и прокачиваемся в принципе так и должно быть уровень свой повышаем если был наоборот это было бы странно вот так это все делать приятно я не знаю хватит ли мне еще сил чтобы до выполнить квест то наверное насиленные маги и нашу устал честно сказать и идти достаточно далеко еще можем сюда переместиться чтобы до выполнить этот квест и выгрузить уже все серии тут вообще такой дурак да я шухеру навела из-за этой брони но реально че поднять все так эмоционально и иногда я чересчур спокойно если люди в таком настроении со мной познакомиться не потому что очень серьезная я говорю весы и мне очень сложно найти баланс вот баланса на самом деле бывает наедине с собой баланс внутренняя такая гармония настроение такой почитать что-нибудь поисследовать анализировать изучать вот а чаще на людях у меня в разное настроение бывает зависит от обстоятельств но женщина очень много чего зависит настроение да это не как у мужчины хотя люди разные бывают но это особенности нашей эмоциональности какой день какие события не так луна встала это как любит там прикалываться мужская часть населения почему я не могу дальше пойти вот и не можете идти в ту сторону почему то где я могу найти охот давайте посмотрим нам нужно выбрать магию которая нам поможет найти дорогу туда вот короче называется вот мы такой же знак нашли это колдовство знакомства не нужна способность это что нам путь подсказала магия это просто магический свет вот ясновидение короче кошак красавица сейчас нам покажут самый наилучший путь которым нужно идти исследовать чтобы выполнить этот класт я вообще заблужусь нас туда карты не пускают нельзя по игре туда идти может еще и закрыто потому что я основное это задание проходила мы по моему да и мы здесь сражались как раз с мародером который сперли эти доспехи на их наверное продать нельзя но знаете продавать такой сокровище требуешь кто вообще такую красоту продает все продают барахло дают по идее кто-то барахло это покупает хорошие вещи продается никто не хочет если есть на что жить что вообще мы с тобой не той дорогой пошли ты меня обратно как-то ведешь вернуть практически полностью обратно бежим 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 курочки пасутся их разве в теплом разве в теплом хлеву их не содержит зимой уже они будут яйца нести нельзя на холод курочки не сушки но мы уже обратно вернулись конюшни этого винхельма ну вот вообще не в ту сторону пошли надо казаться так подождите не тот квест отключен да все правильно пойдемте пойдемте так за год ты нас потерял что дорогой дорогой нас код потерял почему нас код потерял так как-то медленно бежишь убери пока меч у тебя тяжелее так это у нас что такое собирайка ингредиент для алхимии это тоже все ингредиенты для алхимии короче все собираем нужно все собирать кто будет собирать за нас никто так здесь у нас снегопад закончился давайте сохранимся на вот так по нормальному что потом не жаловаться что там что-то загрючил и у нас охранка поэтому нужно так делать иногда пара парируем я хочу прокачать эту бронь q и стать непобедимым магом да ну еще прокачать магию нужно и тогда можно легендарку включать пока рано пока рано два барана постучали ворота так там по ходу дела великана недалеко если пабли да 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 так заряжаем посохи раздаем коджи там всякий который с нами бегают посохи мне тебе заряжаем сейчас я тебе оба джек стрельну к держи зарплате один посохами так это тебе твой в оба джек я короче забираю а куда посох делся цепной магии то блин а вот нет я чего его выбросила что ли или продала случайно но когда буду выгружать видео то будет видно нет лучше заряжалку лучше это для в оба джек оставлю так смотри заряжаем с тобой в оба джек тоже заряжаем даже в оба джек лучше заряжать более полезен так мы были у того торговцы надо было у него заполненные камни душ купить я думал о том что я что-то забыла дайте посмотреть а с кем она сражается так давайте сначала завалим великана слушайте а можно дубовую плоть использовать наш зарплат он ведь у нас тяжелых успехов нет ни на мне блинский блин я забыла что она только так используйте почему-то подумал что можно у него метод на этом нужно мужество использовать ну ладно так так мы значит призываем ледяного отродаха ну конечно у меня магия то нато вообще кто-то торопилась и нато потратила и берем способ вообще их не убивать что ли они ничего не понимаю вообще агрессивен или нет я чет не понимаю почему над нас убегает а вы мне скажите а он что мирный смотрите я хожу мирный походу почему находится на магов на тех что я не понимаю вот соблю зуб точно не мирный блин надо было мне на него наткнуться ой блин сырое присажала надо все готовит но надо так ну и маленький зайчик убивайте его быстрее пока он попрыгай чик он больше не станет что ли саблезубым если нету пусть бежит себе бежит она сейчас вот кто-то убил но не мы он что-то не агрессивен нифига на нас подождите дайте сохранится этот по моему на нас не нападает а маги куда свалили я чет не врубаюсь смотрите он не агрессивный смотрите у нас вообще не трогает а мы что-то прокачивали что ли я чуть не понимаю ну ладно так давайте не будем убивать по себе живет я в принципе против них ничего не не имею если они людей тут на людей не охотятся не живут их ну они едят мясо люди знаете тоже я еще странно подумала почему-то на нас вообще никак не реагирует зарга ты где так саблезубы надо собрать сарга тебе никак не ёкает внутри что мы семейство кошачьих убиваем ты вроде так как бы тоже семейство кошачьих хоть и разумные но все же мы где-то саблезубы здесь потеряли не в наушниках долго уже играю сумма схожу надо передохнуть немножечко